Проходит розыгрыш алмазных персонажей и снаряжение башни Лин Куэй, а также огромного количества душ. Принять участие можно в телеграм-канале по ссылке в описании. Привет, это DarkX и я поздравляю с Днем Святого Валентина всех, кто смотрит этот ролик. Итак, сегодня этот праздник мы также будем отмечать и в Mortal Kombat Mobile, так как именно сегодня в честь этого праздника разработчики добавили новый редкий специальный набор по очень огромной скидке с алмазными персонажами. Но для начала мы зайдем на почту, посмотрим вдруг что-то здесь интересное. Итак, души ко Дню Святого Валентина. С Днем Святого Валентина, бойцы, надеемся ваш праздник чертовски хорош. Примите эти бесплатные души, подготовленные специально для вас. С любовью, команда Mortal Kombat. Нажимаем принять и получаем еще бесплатные души от разработчиков в честь праздника. 214 душ, это действительно классный и большой подарок, если сравнить то, сколько душ обычно разработчики нам дают бесплатно в честь каких-то праздников либо компенсации. Это действительно хороший подарок, тем более, когда я сейчас покажу сколько стоит новый набор, то это невероятно просто, отличный подарок. Итак, заходим в магазин. Новый набор, кровавый набор День Святого Валентина, скидка 66%, стоимость набора 153 души вместо 450. 20 наборов доступно, как обычно. Итак, 10% вероятность на алмазку, 5% Скарлетт Ассасин, 5% Скарлетт из МК-11, далее 10% Золотая Вампир Шамелина и персонажей из Испытаний 80%. То есть, разработчики каждому игроку на почте сегодня дарят 214 душ, а набор стоит всего лишь 153. Выходит, каждый игрок может открыть кровавый набор День Святого Валентина абсолютно бесплатно. Это очень круто, действительно разработчики наконец-то нормально что-то сделали хорошее и приятное для игроков. Прямо так, спасибо, да классно. А начнем мы открытие сразу же после коротенькой рекламы. Нужны души на открытие паков? Или хочешь быстро проходить башни? Заходи на Dark Gold. Куча душ на iOS и Android. Алмазные персонажи и снаряжение башни. И невероятно прокаченные аккаунты. Магазин работает со всеми странами и имеет огромное количество отзывов. Все качественно, быстро и очень дешево. Ссылка в описании. Итак, возьмем три набора, будем открывать поочередно, потом будем открывать через пропустить все. Я, например, в комментариях считал под предыдущим роликом, мне люди писали, что лучше открывать по пять наборов через пропустить все, либо же покупать минимум по пять наборов. Так падает действительно лучше, а если покупаешь меньше пяти, то ничего не падает. Поэтому мы сегодня проверим эту штуку все-таки, посмотрим. Может быть так действительно будет лучше. Вообще набор очень крутой. Невероятно крутой, потому что 10% на алмазку за 153 души такого вообще не было в последнее время. Действительно классный набор, потому что очень дешевый и нормальная вероятность на алмазку. Действительно нормальная. Итак, сразу нам падает кентара. Так, второй набор нам падает рейден темный. Далее это я наверное быстрее пролистаю все-таки. Так, третий набор. Мне интересно как быстро мы выбьем какую-то скарлетт. Снова падает кентара. Ладно, я понял. Идем далее. А теперь давай мы купим один набор, но через пропустить все. А потом, я думаю, нужно будет попробовать с пятью наборами. Все-таки проверить. Правда ли, если ты именно покупаешь не по одному, не по три набора, а именно по пять, то будет падать лучше. Так как люди писали в комментариях. Значит, ну они это проверяли как минимум. Итак, алмазка сейчас не падает. Поэтому, что мы сейчас сделаем? Давай мы купим набор снаряжения и купим пять наборов в честь Дня Святого Валентина. Посмотрим все-таки. Но эту штуку я куплю просто так, потому что иногда с помощью нее действительно падает лучше, когда ты чередуешь алмазные наборы с наборами за монеты. Иногда помогает, иногда нет. А подробная проверка вот этого всего была в предыдущем ролике, который, конечно же, есть на канале. Итак, теперь мы покупаем именно пять наборов. Только как их лучше открыть? Через пропустить все, либо мы их откроем поочередно. Я думаю, все-таки именно эти пять наборов мы откроем поочередно, то есть по одному. А потом уже еще пять наборов, я думаю, мы откроем через пропустить все. Ладно, я случайно открыл через пропустить все, но все же пять наборов и ноль алмазок пока. То есть сейчас нам это не помогло. Именно, да, вот я открыл пять наборов. Ну, алмазка не выпала, как мне писали люди, что им больше везло, когда они покупали пять наборов вместе, а не пять наборов отдельно там. Остается у нас одиннадцать наборов, поэтому что мы сделаем? Наверное, я куплю сейчас один, а потом куплю пять еще вместе. Так, снова нет алмазки, нам падает золото, еще и рептилия. Теперь, как я уже сказал, покупаем пять наборов. Еще. А с остальными пяти я подумал, как их лучше открыть. Все-таки снова опять по пять штук, либо же может по три, по два открывать. Может так будет лучше. Так, теперь я открываю по одному все. То есть мы купили пять, но мы будем их открывать по одному, по очереди. Первый набор? Нет. Второй. Тоже нет. Так, третий набор, ну удиви меня, увижу я алмазку сегодня в честь праздника. Нет, Джеки Брикс, ладно. Далее. Наконец-то, хоть что-то мы дождались. Ассасин Скарлетт выпадает нам, но она у меня уже была на десятом. Мне нужна на этот аккаунт именно МК-11 Скарлетт. Вот МК-11 Скарлетт у меня не докачано на десятое слияние, а Скарлетт Ассасин как раз уже на десятом была, поэтому мы просто 94 души забираем и все. Но все же мы хотя бы увидели, что проценты на алмазку в этом наборе работают, в моем случае. Уже хоть что-то выбили на сегодня это хорошо, как минимум одна алмазка есть. А также вампир Шамелина выпала, на которую десять процентов в наборе прописаны тоже отдельно. И у нас остается, если, как я считал, у нас остается пять наборов. Итак, пять наборов. Значит, я думаю, лучше сделать, купить серебряный набор, купить набор снаряжения и потом открыть, значит, вот эти оставшиеся пять наборов. Три набора и два набора. Так, как я сказал, три набора покупаем, смотрим, что выпадет, потом еще два. Так, эх, я увидел слияние, подумал, это нам выпадет. Скарлет МК-11 прокачается, но нет, Соня Блэйд нам падает. Так, сейчас, наконец-то, полезное очень открытие МК-11 Скарлетт. Слияние нам падает, качается оно на девятое. Как я хотел в предыдущем паке, но выпала Соня, а вот сейчас действительно выпала Скарлетт. То есть, еще одно слияние, оно у меня будет на фуле, это очень круто, действительно полезно получилось. Вот этим я доволен. Так, теперь еще один набор, а потом мы купим оставшиеся два. Кто знает, вдруг мы и десятое слияние на Скарле тоже сегодня поймаем, будет очень круто. Так, последние два набора. Охренеть, а нет, нет, я ошибся. Мне показалось Скарлетт МК-11, но это не то. Это Ассасин, она была на десятом. А я уже подумал, смотрю десятое слияние, я сразу на Перса не посмотрел, а посмотрел именно на значок слияния. Я такой подумал, неужели мне еще раз Скарлетт МК-11 выпала, и она докачалась на десятое. Но нет, нам выпала Скарлетт Ассасин, которая уже была на десятом. Так, что у меня вообще по Скарлетт в коллекции? Смотрим. Холодная Война у меня еще есть. Она на пятом, но она очень редкая, поэтому ее хрен прокачаешь, она так из башен иногда выпадала. Ну и когда-то я набор покупал, тоже выпадала. Вот Ассасин, она давно была на десятом, эту мы вкачали на девятое. Классно, вот действительно хорошо. Набор мне понравился. Подарок от разработчиков в душах тоже достаточно нормальный. Наконец-то они сделали нормальный подарок игрокам в честь праздника. Благодарю тебя за просмотр этого ролика. Ставь лайк, подписывайся на канал. А с тобой, как всегда, был DarkKix. Еще увидимся, пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok